Рейтинговые агентства Рейтинговые агентства Рейтинговые агентства Рейтинговые агентства Рейтинговые агентства Рейтинговые агентства Банк считается системообразующими, то есть слишком важны, чтобы государство позволило им безумно разорить. Даже для американских агентств это даром не прошло. Многие из них владели собственными консультационными фирмами, и этот конфликт интересов привел к тому, что, скажем, агентство Артур Андерсон вообще разорилось, когда выяснилось, что его рейтинги подстосованы в пользу клиентов, которых оно консультирует. Поэтому мне кажется, что в данном случае риск не слишком велик. Очевидно, что российскому рейтинговому агентству влиться в международную структуру будет нелегко, ведь ангажированные западные агентства не захотят видеть реальные рейтинги. Таким образом, уверен Анатолий Вассерман, национальное рейтинговое агентство, если и не покуситься на мощь доллара, то, по крайней мере, лишит США очередного рычага гегемонии. Я думаю, что на гегемонии доллара это скажется лишь очень косвенно. Прежде всего, как раз через утрату очередного рычага гегемонии Соединенных Государств Америки. Вряд ли эти агентства ограничатся оценками только нашего бизнеса. Скорее всего, им придется выдавать оценки и бизнесу западных, и по мере накопления этих оценок станет очевиднее, что американцы вовсе не так хороши, как себя молюют. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Накануне ТВ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...